До 60% совершённых в Сарове преступлений раскрывают этот показатель выше общеобластного. Среди правонарушений в прошлом году новая графа – дискредитация и распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации. По этой статье к ответственности привлекли пятерых саровчан. Кто-то в социальных сетях, кто-то на рабочей месте, кто-то в кабаках, кто-то публично, кто-то раскрашивал те прекрасные плакаты, которые нам имеются в поддержку наших вооружённых сил, раскрашивал краской, писал там всякие гадости. Соответственно, всех мы установили, всех их привлекли к административной ответственности. Раскрыли в нашем городе в минувшем году и организованную преступную группировку. В неё входили двое мужчин и девушка. Преступники искали в городе гаражи, в которых владельцы появлялись редко. Взламывали и грабили, выносили ценные имущества, а автомобили разбирали на металлолом. Планировала такие налёты девушка, мужчины были исполнителями. Один потерпевший оставил весной колёса, зимние. В гараже с весны неба пришёл осенью, колёс нету, всё вскрыто. Соответственно, обратился к нам за помощью, установили все факты, которые совершили. Вот смогли доказать семь фактов, когда трое граждан совершали хищение. За год сотрудники правопорядка зарегистрировали 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрываемость в этой сфере остаётся на довольно высоком уровне – около 60%. Существенно выросла статистика по детской преступности. За год несовершеннолетние совершили 33 преступления. Для сравнения, в 2021 году их было пять. Внимание дорожных полицейских занимает очаг аварийности на Октябрьском проспекте. Там за прошлый год произошло три ДТП, в которых пострадали люди. Одно из них стало резонансным. 21 июня водитель Киосид сбил женщину на пешеходном переходе. В результате у пострадавшей травматическая ампутация ноги, оскольчатый перелом плечевой кости, травматический шок. На аварийном участке планируют установить лежачие полицейские для контроля скорости, поставить светофор и выделить дополнительную секцию для пешеходов. По поводу перекрёстка Мира-Октябрьский, там будет введена дополнительная секция для пешеходов. То же самое у нас было на Зерново-Московской, на перекрёстке. То есть пешеходы спокойно могут переходить в проезжую часть, когда весь транспортный поток стоит во всех направлениях. Треть всех преступлений в нашем городе составили случаи мошенничества. Миллионы рублей утекали со счетов сыровчан в карманы злоумышленников. Об основных схемах обмана, активно используемых в прошлом году, расскажем в ближайших выпусках новостей и в нашей рубрике без комментариев.